Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Меня зовут Фатима Бутылибова и коротко о главных темах выпуска. Темные воды выяснены причиной загрязнения моря в районе пляжа Оазис. Это большое пятно на нашей ведомстве и позор для скупки на лесах. Наживались на пенсионерах и инвалидах. Против 40 сотрудников Минтруда Дагестана возбуждены уголовные дела. Дагестан и Беларусь. Совместные проекты и перспективы сотрудничества. Какая техника скоро появится на полях республики, расскажем в выпуске. Первый и единственный Хабиба Нурмагомедова включили в зал славы UFC. Подробности в спортивном блоке. Почему на пляже вода черная? Минприрода республики выяснила, что Каспийское море загрязнилось из-за прорыва очистного канализационного коллектора. Напомним, ранее мы сообщали о факте загрязнения воды в районе пляжа Оазис. Специалисты по результатам обследования выяснили, что нечистоты попали в реку Талгинка, которая выходит в море. Также представители ведомства обнаружили, что сюда же сбрасываются стоки с частных домов. Составленный по итогам проверки акт направят в Управление Росприроднадзора по Дагестану. Статистика, примеры и имена. Министр труда и социального развития Дагестана публично отчитал сотрудника ведомства за коррупционную деятельность, а также озвучил жалобы, поступающие в адрес работников от жителей республики. О том, как прошло семинар-совещание с участием правоохранительных органов и общественных организаций, где обсуждались вопросы противодействия коррупции, расскажет Патимат Ханабова. Не радовал сегодня слух собравшихся выступлений министра труда республики. Все потому, что отчет об итогах за прошлый год пестрил яркими примерами того, как иногда распоряжаются бюджетными деньгами совсем не по целевому назначению. Около 40 сотрудников ведомства привлечены к уголовной ответственности за коррупцию. Самые частые нарушения совершены при оформлении социальных выплат и решении кадровых вопросов. Это большое пятно на нашей ведомстве и позор для республики Дагестан. Не должно быть никакого снисхождения к этим лицам, которые запустили свои руки в карман малоимушек и инвалидов и детей. Глава ведомства дал понять, на этой печальной статистике история не закончена. Каждая жалоба, поступающая в адрес министерства, будет проходить обработку. С начала года уже рассмотрено 37 обращений. Некоторые запросы от граждан Абдурахман Махмудов зачитал прямо на совещании. Хочу зачитать несколько обращений граждан, которые, на мой взгляд, изложены информацией, заслуживающие внимания. Я это буду практиковать, я напоминаю всем руководителям подведомственных организаций, постоянно на ВКС и на других совещаниях. Ибо только прозрачность позволит нам решить многие вопросы, которые мы здесь обсуждаем. Не допускайте нарушений, которые мы будем озвучивать публично здесь. Сегодня, допустим, под лицом, под ником Ясьян, комментируя публикацию на сайте Минтруда, официальный сайт наш, комментируя публикацию, задает следующий вопрос. Может ли студентка дневного отделения работать на полной ставке социального работника? Обратите, пожалуйста, внимание, социальный работник Пермагомедова Кистама является дочерью заведующей отделением Катисон города Махачкала Пермагомедова Асиат. Вся 11 человек на обслуживании левые люди, нуждающиеся в обслуживании нет. С центра по заявкам ни одного. Я предварительно уточню, действительно заведующим отделением Катисон работает Пермагомедова Асиат Магомедовна, и в том же Катисон работает Пермагомедова Кистама. Я хотел бы услышать заведующую отделением, она здесь присутствует, мы ее приглашали. Пожалуйста, есть? Не пришла. И от директора Катисона Махачкала. Пожалуйста, прокомментируйте. Что вы, коллеги, слышали, в чем проблема? Это же элементы коррупции, это элементы наличия комплекта интересов. А вы же принимали решение? Обратилась к заведующей отделению, что ее социальный работник уходит в декретный отпуск, и что все 11 человек, нуждающиеся, слепой, которому надо сопровождать поликлинику, и бабушки требуют, что он видит, что их социальный работник уходит, и требует нового социального работника. И в эти же дни подошла заведующая Пермагомедова Асия, которая проработала у нас 15 лет, и попросила трудоустроить ее. Так она продолжает работать? Не проработала, работает еще? Да, да, продолжает работать, и попросила трудоустроить ее в дочке. Ну, так как это разные отделения. А как вы считаете, студентка дневного отделения сможет полноценно выполнять работу? А вот этот момент, она утаила, я не знала, что она является студенткой в автобиографии. Ну, значит, вам поручаю провести служебную проверку. Да. И по обоим принять каждое решение. Хорошо. Ну, а в отношении вас, которые приняли такое решение, мы отменили министерство. Совещание в таком формате министерство проводит впервые. Такую практику присутствующие оценили положительно. Вот такой вот формат, который сейчас задал министр заслушивания конкретных лиц, присутствии коллег, назидательный характер что-то несет, что вот это публично при всех будет озвучено и спрошено с доложенных лиц министерства. Раньше, в советское время, я сам в суде работал определенный период, суды проводились, когда такое значимое дело было, резонансное дело, выходили в коллективы трудовые, на предприятиях прям проводились суды в присутствии всего трудового коллектива, завода или предприятия. Вот такой формат, он как бы более дисциплинирует сотрудников. Такой контроль особенно необходим, по словам экспертов, и ввиду того, что президент страны уделяет особое внимание в последние годы выплатам социальным. Только в одном – Дагестане в прошлом году. Более миллиона жителей республики получили различные виды госпособий, льгот и компенсации на общую сумму более 33 миллиардов рублей. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. На дагестанских полях, возможно, станет больше белорусской техники. Вопросы поставок в агропромышленном секторе обсудили на форуме роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов союзного государства, проходящем в городе Гродно. В мероприятии участие от республики принимал премьер-министр. Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в последнее время дагестанский бизнес проявляет интерес к оборудованию из дружественной страны. Ведется поиск потенциальных инвесторов. В частности, в регионе может появиться ремонтный центр Минского тракторного завода. Председатель правительства республики в рамках визита посетил предприятие. В настоящее время в Дагестане, как сообщил премьер-министр, 80% тракторов, используемых на полях республики, приходится белорусского производства различных лет выпуска. Было отмечено, что востребованным форматом является не просто открытие ремонтного центра, а создание так называемого центра модернизации. Это позволит на месте обновлять машинный парк, устанавливать новые узлы, средства автоматики и проводить покраску. Все предложения будут представлены главе Дагестана Сергею Меликову. Сергей Меликов оказал содействие в организации отправки в хадж семей военных, погибших в ходе спецоперации на территории Украины. Накануне они вместе с остальными паломниками на очередном рейсе отправились на святые земли. Поездка осуществляется при поддержке сенатора Сулеймана Керимова. Никогда не забудем то, что они для нас сделали. Вас всех прошу побольше читать в Дуа, чтобы у нас было созидание, процветание, благополучие и мирное небо над головой. Уделяется особое внимание, тем более в этом году столько погибших наши братья, многие жены остались родовыми. И родители, конечно, тоже большие страдания, переживания. Поддержку он оказал, такую помощь. Будем молиться, конечно, за этих людей, которые погибли, отдали жизнь, ради свою родину. И тем более, которые у них остались там близкие, чтобы им тоже, Аллах, максимальное терпение, чтобы они проявились в своем терпении, чтобы Аллах Аля одарил их раем, обеих и встретил в суббитен вместе, в Киридосе Аля, возле Проруха. Спасибо главе Дагестана, республике Дагестан, за то, что он оказал такую помощь, такую трудную минуту, поддержку. Огромное, большое благодарность ему. Благодарим всех. И нам, паломникам, тоже всем счастливой дороги. И чтобы мы приехали оттуда с принятым хаджем. Организации и отправкой паломников занимаются представители Муфтията Дагестана. На время поездки их сопровождают волонтеры. Напомним, всего из республики запланировано 29 авиарейсов. Последний отправится от 3 июля. В этом году к святым местам прибудут около 5000 дагестанцев. В Левашинском районе начался ремонт автомобильной дороги Леваши-Сергакала. Реконструкция направлена на социально-экономическое развитие Левашинского района и улучшение транспортных связей. В ходе работ специалисты усилят основание дорожного полотна, восстановят дорожную одежду и асфальтобетонное покрытие, отремонтируют мост и обустроят тротуары в селе Леваши. Также планируются работы по устройству водоотвода. Отметим, ремонт осуществляется в рамках госпрограммы Минтранспорта и Дорожного хозяйства Дагестана. Завершение работ запланировано на конец сентября текущего года, сообщает Пресс-служба ведомства. В Махачкале ремонтируют улицу имени маршала Жукова. Дорожное полотно ведет к детскому саду номер 88. В последний раз ремонт здесь проводился более 40 лет назад. На большей части ремонтируемого участка уже завершены работы. Установлены бордюрные камни и обустроены тротуары. Уложены выравнивающие и основные слои асфальтобетонного покрытия. Отметим, работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Кто лучший шеф? В Махачкале стартовал фестиваль решений в области туризма, общественного питания и производства высококачественной экологически чистой сельхозпродукции Food Street Fest 2022. Организатор мероприятия выступает правительство Дагестана, администрация города Махачкалы и Риа-Дагестан. Фестиваль проходит на улице Пушкина возле Аварского театра. Отведать блюда лучших поваров России, Дагестана и даже зарубежья можно до 12 часов ночи. На площадке фудкорта для гостей и жителей столицы предусмотрена также концертно-развлекательная программа. Далее Карим Данив с кратким обзором новостей, затем продолжим. Сотрудники полиции задержали 46-летнего жителя Махачкалы. У мужчины при личном досмотре были обнаружены полимерные свертки с наркотическими веществами. Экспертиза показала, что обнаруженный порошок – это мефедрон общим весом 150 граммов. Запрещенные вещества были упакованы для дальнейшего распространения путем закладок. Возбуждено уголовное дело. Махачкалинские спасатели вытащили из воды группу людей. Сигнал бедствия пришел ранним утром. 12 человек на водных досках САП. Из-за сильного течения унесло в море. Любители этого водного вида спорта были разбросаны от городского пляжа до березки. В результате все были спасены. Пострадавших нет. В Санкт-Петербурге задержаны два уроженца Дагестана. Их подозревают в вымогательстве. У местного жителя 8 миллионов рублей. По версии следствия, они угрожали ему расправой. В итоге потерпевший отдал им 4 миллиона рублей и обратился в полицию. По месту жительства задержанных нашли свето-звуковой автомат и 45 специальных патронов к нему. Возбуждено уголовное дело. На некоторых дорогах в стране в скором времени могут разрешить ехать со скоростью в 150 км в час. Об этом заявил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. Он заявил, что в стране есть возможность безопасно повысить скоростной режим, так как качество дорог за последнее время значительно улучшилось. Глава Дагестана Сергей Миликов ознакомился с ходом реконструкции стадиона Труд города Избербаш. В данный момент ведутся работы по укладке искусственного футбольного покрытия. Также на территории стадиона предстоят работы по устройству беговых дорожек, баскетбольных и волейбольных полей. Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов проинформировал главу, что стадион имеет одно из крупнейших полей в регионе, позволяющие проводить зональные и финальные этапы спортивных игр. Хабиба Нурмагомедова включили в зал славы UFC. Торжественная церемония состоялась в ночь на 1 июля в Лас-Вегасе. Дагестанский спортсмен стал первым россиянином, который удостоился этого звания. В ходе мероприятия Нурмагомедову вручили статуэтку и пиджак с символикой абсолютного бойцовского чемпионата. Напомним, в активе у дагестанского спортсмена 29 побед и ни одного поражения. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году и трижды защищал титул. В селе Куличи Карабдахкенского района прошло открытие межрегиональных соревнований «Школа безопасности». На протяжении трех дней школьники будут соревноваться между собой в различных дисциплинах, в том числе комплексные силовые упражнения, оказание первой медицинской помощи, ориентация на местности. В соревнованиях принимают участие команды из семи субъектов СКФО. Мероприятия проходят с целью пропаганды основ безопасности и здорового образа жизни, а также для отработки практических навыков. И на этом у нас все. Смотрите нас также в ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Всего доброго, до свидания.